Лидеры общественного мнения под огнём ведущего Радио Свобода. Убиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Моткова и всё это остальное, свою старую, дружковую компанию. Говорит Радио Свобода. Радио Свобода. Новости. В Москве 19 часов, у микрофона Светлана обратная. Правительство Италии подготовило предложение по достижению мира в Украине, предусматривающее прекращение огня, подготовку принятия страны в ЕС и широкую автономию Крыма и Донбасса. Материал об этом спековала газета «Репаблика». Как представление, план подготовленный Министерством иностранных дел в Италии в сотрудничестве с офисом премьер-министра страны и представленным министром иностранных дел, генеральному секретарю ООН, странам «Семёрки» и группе «Квинт». Кроме Италии, в эту группу входят Франция, Германия, Великобритания и США. Из текста «Репаблика» следует, что инициатором создания документов, может быть, от министра на страну Донбасса, Лоджи Демаю, реализовать соглашение, согласно итальянскому плану, должна межнародная группа содействия в сотрудничестве ООН, Квинты, Евросоюза, Турции, Китая, Канады, Израиля. В газете не сообщалось, были ли предназначения переговоры между ними и России. Обе страны признали, что переговоры между ними фактически прекратились. Киев документ не комментировал. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил на прифинке сегодня, что в России о документе узнали из прессы и не готовы сейчас содержательно о нём говорить. Министерство обороны России выявило, что ещё 771 украинский военный был вывезен с завода «Азовсталь» в Мариуполе на поконтрольную пара российским сепаратистам территорию. Таким образом, как утверждают в российском недомстве, 16 мая общее число сдавшихся в плен украинских военнослужащих с «Азовстали» достигло 1730, среди них 80 раненых. Киев пока не комментировал эти цифры. Сколько украинских военных остается на территории завода на данный момент неизвестно. По оценке Минобороны России на «Азовсталь» находились около 2500 человек. Украинская сторона заявляет, что знает точное число людей, но не будет его раскрывать. В разное время украинские источники давали оценку от 1500 до 3000 военнослужащих. Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма на жителя Норильска, который жил в Георгиевскую ленту. Сейчас он находится под арестом. На версии следствия в конце апреля 18-летний местный житель опубликовал в мессенджере два видео, на которых он сжигает Георгиевскую ленту, призывает к этому зрителей. Следствие утверждает, что подозреваемый является приверженцем радикального украинского национализма и разбирает идеи организации правый сектор, которую в России считают экстремисткой. Посланый суд Москвы заочно арестовал бывших юристов фунта борьбы с коррупцией по всубе Лея Вячеслава Гемади по обвинению в создании экстремистского сообщества. По предъявленной статье им грозит до 12 лет колонии. По этому же делу заочно арестованы Леонид Лоликов и Иван Ужбанов. В аюне 21-го года Мосгорсуд признал фонда оппозиционера Алексея Навального и сеть штаммов его сторонников экстремистскими организациями. Власти Великобритании вводят новые санкции против трех российских авиакомпаний аэрофлота России и уральских авиалиний. Об этом сообщается на сайте правительства. Аэрофлота России не смогут продавать свои неиспользуемые прибыльные посадочные места в аэропортах Великобритании. В документе отмечается, что это не позволит России обналичить около 50 миллионов футов стерлингов. В заявлении правительства отмечается, что ограничения направлены на то, чтобы Россия не смогла извлекать выгоду из британской транспортной промышленности. Ранее Великобритания закрыла для России воздушное пространство и воды, а также запретила экспорт авиационных товаров и технологий. Несколько высокопоставленных российских военных были уволены или отстранены от командования из-за неудач на фронте, сообщило Министерство обороны Великобритании. По данным ведомства, командующий 1-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенант Сергей Кисель отстранен из-за провала по взятию Харькова. Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осиков отстранен из-за гибели крейсера Москва. Начальник генштаба генерал армии Владимира Герасимов остается на посту, но сохраняется ли доверие Путина к нему неизвестно. Независимого подтверждения этой информации нет. Ранее украинские спецслужбы и российские журналисты сообщали об отставках и арестах. В высшем руководстве российской армии спецслужбы эта информация не получала официального подтверждения. Депутат Городской думы Владивостока Виктор Камечков арестован на мексиканской границе США при попытке попасть в страну. Об этом сообщило Дальневосточное здание Примамидия со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах. Утверждается, что депутат пытался попасть в США нелегально и должен быть отправлен в иммиграционную тюрьму. По данному изданию, у Камечкова в США есть сын гражданин страны. Ранее депутат выступил против признания независимости так называемых ДНР и ЛНР и вторжения России в Украину. В интервью редакции Сибириали он заявил, что выступает против любых войн и не хочет разделять ответственность за учебшиеся. Дальневосточное здание Говорит и показывает радио «Свобода» и проживает лицом к собой это выбрать. Уважаемые зрители, слушатели завтра, 20 мая Николай Патрушев выступит с основным докладом на Совете Безопасности Российской Федерации. Почему же будет этот доклад о суверенитете, о том, как лучше самоизолироваться российскому интернету? С точки зрения Николая Патрушева это обеспечит мне стратегическую информационную безопасность. Почему мы сегодня говорим об этом человеке? Потому что именно ему предвлекают, этому самому Николаю Патрушеву предвлекают, как бы это даже сказать, не заменить Владимира Путина.